Мы на месте. Мы приветствуем Илзе. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе. Наперед сеанс. Она кивает и как-то приседает. Хорошо. Посмотри, визуально что-то присутствует в биополе, что мешает сканированию. Видно, она в какой-то, я не знаю, как назвать, оболочке или что это. Это как ваза прозрачная, в которой она находится. Ваза? Да. Вокруг нее полностью. Сканер разрежет уголограмму, выведи ее вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Все это выходит, формируется перед ней в шар. Сердечные чакры и коронные подключки идут. Сканер выключает их и выводит все полностью. И шар. Отправляя шар в клетку-тюрьму. Еще что-то мешает визуально? Нет. Даю команду на счет риска. Сканер сканирует пространство над головой Илзы. Под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует систем тонких тел Илзы. Находит все. У меня бес в ногах с воронкой. Такой, как туман воронка. Вышла сейчас клетка вместе все. Бес? Да. От вазы выстраивается канал к ответственным. Притягивая всех в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Здесь два Грея. Вот их я и ждал. Ну что, Греи. Как у вас дела, Греи? Скучали за мной? Немножко им здесь некомфортно. Странно. Итак, сколько вы находитесь в этом биополе? Это не мы. Это голограмма, да? Сосуд. А кто поставил этот сосуд? Мы его построили. Ну а что же делать, если я сейчас достану шар с живой плазмой, дам одному и скажу, это не я. Это живая плазма. Вы видите какую-нибудь логику в этом ответе? Я слушаю от вас причины под ключик. Как долго вы находитесь в этом биополе? Они три месяца устанавливали и дополняли этот сосуд, они называют это. Сосуд. Хорошо. Какой принцип действия этого сосуда? Для чего вы его делали? У них телепатические. Понимать, что они думают. Мысли очень сильно бегают о них. Для красоты была первая мысль. Потом поняли, что они нужно придумывать. В общем, у них подключки, которые были, от сердечной чакры, от головы, это сознание и чувство. То, что они, как сказать, репродюсировали на этот сосуд. Собирали пока они информацию. Какую именно информацию вы собирали? Чувство и сознание, мысли накапливали пока они. На что вы зашли? Где этот был момент, когда вы вошли? И какую слабую точку вы нашли? Человек, по его словам, развивается, заполняется, вернее, энергиями заполняется, но... Вроде пытался Меркабу делать. Вера, видно Меркабу в биополе Илзы? Меркаба очень тонкая. Почти один каркас остался от Меркабы. Понятно. Ну, такие вещи Греф не пугает. Они находятся на рабочем месте. Показывают. В месте, где работает Илза. Это как здание, здесь кабинеты. Кабинеты, хорошо. У них есть плата здесь. Там они ее и нашли. Все понятно. И какая самая конечная цель, если бы вы закончили свою вазу, достроили ее до конца, подключили полностью, чтобы дальше происходило с Илза? Когда ваза, не ваза, сосуд, опять же, они говорят, что она сосуд, и они ее бромили, посадили в сосуд. То есть сосуд начал бы получать чувствительность и сознание. Дальше они подключили бы снизу к нижней чакре, и это пошли бы биоматериалы. Этого хватает для создания копии. Дальше они переносят копию и делают эксперименты над ней. Как вы делаете роботов, так же мы создаем роботов. На основе биологического живого материала, сознания, чувств. И клеток. Хорошо, но там же нет частичек души, что это будет? Нам не нужны частички души. Странно, почему-то другим цивилизациям они очень нужны, эти наши частички нашей души. Ну что ж, всю информацию я понял, значит, вы сидели. Они отвечают на твой вопрос. Частички души другие цивилизации сбирают в свои меры и делают копии там, делая из души рабов. Это льстит некоторым цивилизациям. А также это дорого. Они говорят, что это задействованы другие энергии для передачи души. То есть это обмен идет какой-то дорого, как они говорят. Они же делают биоработов на земле для себя. Может быть, когда они достигают полного создания, их полностью удовлетворяет этот биоработ, он начинает жить в обществе. Вашим? Нет, вашим. То есть вы делаете копию для того, чтобы точно такая же копия жила на земле. Я правильно понимаю? Но была подключена? Только в том случае, если она достигает стопроцентного стандарта. По их шкале стандартов. Хорошо. Скажи мне, у вас уже получались эти эксперименты? Или это экспериментально? Получались. Нет, это не экспериментально. Просто не все особи подходят. Хорошо. Но я исхожу из твоего ответа, то, что такие особи, какие-то копии уже живут среди нас. Не имея этой души. Управляемой нами. А бывает такое, что копии оригинал встречаются? Нет. Зачем? Ну, значит, они тогда в разных странах живут. Я так полагаю, да? Просто вероятность такая существует. В разных населенных пунктах. Хорошо. Вопросов у меня больше нет. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии. Илзе спроицировать все энергетические и сферические каналы к двум Греям и этой голограмме. Даю команду этому сосуду. Даю команду тонкой копии. Произвести отчуждение. Все негативные патогены и низкоаберационные энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Илзе. Энергия страха, энергия неуверенности. Энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Хорошо, Грей, следующий вопрос. Как она могла избежать этой вашей подключки? Грей не подключается там, где опасно им подключаться. Не так ли, Грей? Защищая себя, свои энергии, сознания, чувства. Энергетические центры. Также зная, что такое может случиться. Мы не нападаем. Мы берем то, что плохо лежит. Ну да, в принципе, можно и так сказать. То есть, то, что душе самой, как бы, на ваш взгляд, не нужно. Правильно? Ее родные энергии. Именно так. Ну, этот ответ я уже не раз задавал и получал всегда одинаковый. Этот вопрос задавал и ответ этот получал неоднократно. Поэтому я в курсе. Реверс закончился. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Ильзу забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Ильзу себя обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Готово. Скэнер, просканируй Ильзу на чистоте Греев и этой голограммы. Не осталось ли что-то, что мы еще не обнаружили? А здесь есть какой-то, это не под клюшку даже, это какой-то цвет. Такие маленькие точечки в разных местах. Это от них? Да. Энергия особая какая-то. Включая внутренний белый свет Ильзу, и она этим светом выдавливает эти точечки. До 100% все выходят, формируются в шар. Грей, что это такое? Назовем это обмен энергиями. Мне это не совсем понятно. Гармонизация. Гармонизация ваших энергий и ее энергии? Суда. Гармонизация сосуда. Шар вышел. Отправляй этот шар в клетку-тюрьму. Какой у нас бес? Восьмой. Восьмой. Бес. А ты сколько находишься в этом биополе? Три с половиной четыре идет цифра. Он показывает, что по каким-то лестницам она пошла. Там была его вот эта воронка, она как туман такой. Понятно. Это было на работе, да? Там, где она работает или где живет? Не знает он. Он показывает лестницу. Выходи. Снимай все, что я оставил на своей чистоте. Отключайся полностью. Есть затемнение в биополе Илзы? Небольшие. Сердце, голова. Хорошо. Хочешь получить их? Да, не против. Снимай свое. Как доложишь, я дам тебе команду, можешь забрать. Он снял. У него руки и ноги, как сетки какие-то были. Снял он. Хорошо. Разрешаю тебе забрать затемнение. Забирай, возвращайся назад. Готов. Дай команду на рассинхронизацию Илзы с бесом, грейми и подключками греев. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готов. Включай внутренний белый свет Илзы. Этим светом она выдавливает. Все негативные патогены низкооперационные чужеродные, находящиеся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Есть небольшая. Открывая воронку, галактическое ядро под шаром уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду скеннеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3-1-2. Три. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку, галактическое ядро канал уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. У меня еще один вопрос, Грей. Вы как-то связаны с ребенком Илзе? Вы подключены к нему? Нет. Хорошо. Вопросов больше нет. Без. Первое предупреждение. В это биополе больше не заходи. Увидишь этого человека. Даже если она вступит в твою подключку, в твои интересы, тебе ее снять как можно быстрее. В противном случае ты попадешь в эту клетку-тюрьму. В следующий раз, второй раз, я разговариваю очень недружелюбно. Если ты не хочешь этого испытать, рекомендую тебе прислушаться к моим словам. Показывает на ее еле видную меркампу. Если бы она была активирована, его воронку отбросила бы. Согласен. Передам и эту информацию. Готовы уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Забирает, что принес. Уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Мне нечего здесь добавить, Илзы, без прав. Идем, Ли, я тебя прошу выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь два Грея. Три месяца сидели. Человек не работает с собой, причины понятные. Они установили вазу, пытались в эту вазу собрать и сделать из нее копию. Это цель их эксперимента была. Еще мы вытащили шар с какими-то энергиями. Как они говорят, гармонизация между этой вазой и Илзой. Все это находится в клетке. Если тебе что-то нужно, пожалуйста. Мы забираем Грея. Благодарю тебя. Все. Все остальное уничтожать, да? Да. Открывая под артефактами, этими энергиями воронку в галактическое ядро, все уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, давай заправим Ильзой энергией. Посмотри, сколько ей нужно энергии и какая частота вибраций. 380 и 25. На щитри макушку головы Ильзы начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибраций поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Ильза, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Спокойно. Активируйте мне меркабу, пожалуйста. Для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса биополе Ильзы активируем ей меркабу. Активировано. Готово. И я еще хочу спросить, если куратор Ильза хочет ей что-то сейчас передать, был бы самый лучший момент, если есть что передать. Ну, здесь ответ такой идет, что у нее много информации, которой она не пользуется уже, и если есть вопрос, задавайте конкретный вопрос. У меня нет никакого конкретного вопроса, я просто увидел, она не защищена была полностью, развитие в этом плане идет слабенькое. Я думаю, вы хотели какое-то напутствие дать, а, соответственно, если вы сказали, информация у нее есть, то добавить нечего. Я благодарю вас за это. Чтобы получить напутствие, она должна пользоваться тем, что имеешь. Пока ты не начнешь продвигаться и делать первый шаг, второй шаг не придет. Благодарю вас за этот правильный ответ. Очень приятно было услышать. Отключаемся. И хорошо, Ильза, сейчас мы будем переходить к вашему сыну и проведем его чистку в вашем присутствии. Он вышел, и вот что-то, как вибрирует он весь, как трясет, он очень нежный. Дай ему энергию гармонии. Открываю поток энергии гармонии над его пиороботом, и поток энергии гармонии наполняет его. Просканирую, возьми ручной скейнер плеяд и просканирую пиоробот. Не осталось ли что-то в пиороботе невидимое? Какое-нибудь воздействие, нити, энергии? Отключек нет, но у него напряженное тело, энергия гармонии это сгладит. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком и чистой энергии Абсолюта. Берем Луиса в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с его тонкой копией поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Луиса, он идет к маме. Мы спрашиваем мамы разрешение на диагностику и чистку Луиса. Дает разрешение. Посмотри визуально, что-нибудь мешает сканированию. Не мешает от него, вибрации идут. Это как похоже на песочные часы. Вот это верхняя и нижняя части, они раскручены, вибрируют. Это голограмма или конструкция? Это что? Это конструкция внутри, но она из энергии и вибрации. Скэнер. Просканируй сейчас Луиса. Выведи эту конструкцию из его биополя. Со всеми сопутствующими чипами и датчиками, имплантами, конвекторами. Активирует все скэнеры, их видит, они пульсируют, отключают их полностью, выводят из биополя и формируется из этой голограммы и этих подключек шар перед Луисом. Но она проявилась сейчас больше. И у него как область живота, там идет как стержень, главное до соединения. И вверху, где раскручиваются вибрации головей, подключки, также ноги. Вот это все сейчас выходит. Отлично, ждем. Она, кстати, влияет на людей очень. Эти вибрации, они как колючие, как диски. Они прорезают чешие энергии. И на уровне эмоций. Ну я так почувствовал, когда... Нервное здесь что-то. Когда я его сканировал, там был холод в этих местах. Соответственно, идет воздействие. Космическая конструкция. Хорошо. Вибрация в шар все вышла. Шар есть, включая внутренний белый свет. Луису, он выдавливает из себя остатки этих энергий. Все это выходит и летит в этот шар. Руки из рук выходят, из ладони остались там. Эти энергии еще готовы. Отлично. Отправляешь шар в клетку-тюрьму. Так, лучше Луис. Трогает себя. А показывает, у него еще осталась дрожь. Включая внутренний белый свет Луису. И эту дрожь он выдавливает из себя до последней частички. Пошел процесс. Все выходит. Вся эта дрожь летит в этот шар. Готово. Отправляя шар в клетку-тюрьму. Так лучше? Ну, он опять трогает себя. Руки смотрит. Перестало все дрожать. Он успокаивается. Непривычно ему пока. Другое ощущение. Ну, он еще энергиями не заправлена и свои потерял. Сейчас будем разбираться. Даю команду. На счет 3 сканера сканирует пространство над головой Луиса. Под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Луиса. Находит все. У него одна подключка. Это гуманоид. Никого нет больше. Снимаются маски и голограммы. Гуманоид предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Гуманоид. Откуда ты? И что ты здесь делаешь? Орбита Орион. Как долго ты находишься в этом биополе и что ты делаешь здесь? Два с половиной года. Что я делаю? Именно. Он показывает его подключка. Давай назовем ее. Она растет вместе с ним. Радиус вот этих вибраций в голове и в ногах. Они увеличиваются больше и больше. То есть он ростит. Растит кого? Растит своего человека. Он говорит на планете Земля. Мне нужны свои люди здесь. Тебе нужны. Отчиняющиеся моей энергии и несущие мои энергии. Ну и какая же у тебя программа? Зачем тебе нужны люди? Для пополнения человеческой энергии. А что ты взял? Что человеческая энергия нуждается в твоем пополнении? Твоими энергиями, идущими в разрез. Ты не понял. Человеческой энергии пополняю я свои резервуары. Которые ты потом меняешь на то, что тебе выгодно. Правильно? Да. Таким образом, кто ты наемник, охотник. Как тебя правильно назвать? Торговец. Торговец. Ты по заказу работаешь кого-то? Или ты по своей инициативе? Это мой образ жизни. Я же сказала, мне нужны люди в разных регионах, делая из них батарею. Он имеет в виду вот эту конструкцию свою, показывает, как растет человек. Эта конструкция растет, и она прорезает чувства других людей, делая их нервными. И таким образом они теряют энергии, которые идут в резервуары, как он сказал. Но эти энергии твоя конструкция уже работает. От него уже шарахаются люди, от него неприятно и в школе учителя, и все, кто с ним соприкасается. Все чувствуют это раздражение, и он доводит всех. Пока еще на маленьком уровне. Ну хорошо, на этом уровне и закончится. Итак, Вера, у нас один гуманоид, больше никого нет, да? Даю команду тонкой копии Луиса. Мама помогает спроецировать все энергетические и сферические каналы к гуманоиду и всем его артефактам. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Луису. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Хорошо, что было бы через пару лет с этим ребенком? Он маленький сейчас. А что было бы, когда ему было лет на 10 больше? Каким бы он был? Он бы продолжал развиваться. Моя конструкция также продолжала бы развиваться и расти. И вибрации усиливались бы. Но если он сейчас уже на этом этапе, в своем возрасте, имеет такие энергии, которые идут вразрез со всеми человеческими энергиями, и души людей это чувствуют, что было бы через 10 лет еще сильнее. Это зависит от окружения. Кто-то сильный, кто-то слабый. Кто-то имеет своих интерферентов. Кто-то, кого-то стоит в защиту. Ты понимаешь, что ты сейчас имеешь дело с ребенком, который не в состоянии еще осознать... Я имею дело с маленьким человеком. Ты ему никакого шанса не дал даже тебе ответить, развиться. И для того, чтобы он мог, наконец, защищать себя. Ты просто захватил... Я так не думаю, если я нахожусь в этом месте. Я знаю, что ждет меня дальше. Ну, это понятно, что тебя ждет дальше. Ты сам об этом знаешь. Надеюсь, у тебя будет что предложить. Реверс закончился. В другой структуре. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы. Все в порядке реверса, Луис забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чисто. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Луис себя обратно. Хозяин своих энергий возвращает все свое себя обратно. Усилие потоки в 50 раз. Посмотри, что возвращается. Энергия по чакрам возвращается. Хорошо. Сканер, дай мне полную душу на настоящий момент. 100%. Хорошо. Готово. Скорее всего, сканер, просканируй. На чистоте гуманоида и голограммы не осталось ли что-то еще незамеченным, что мы не вытащили. Ну, все правильно. До 16 лет мама должна ребенка защищать своими энергиями. Мамы самой мерка бы нет. Как она может ребенка защитить от гуманоида, мне тоже не совсем понятно. Оно все связано между собой. Любовь идет слово. Кстати, ребенок получил его, потому что он был сам в каком-то нервном переживании. Он так зашел. Чисто. Ты команду на рассинхронизацию Луиса с гуманоидом и его голограммой и энергиями. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Готово. Включая внутренний белосвет Луису, этим светом выдавливает из себя все негативное патогено-низкоабрационное остаточное энергии на частотах гуманоида и его голограммы. Все выходит, формируется перед ним в шар. Да, есть шар. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Али на связь. Ли, у меня здесь гуманоид Ориона. Два с половиной года сидел в ребенке. Установил голограмму конструкцию. Находится в клетке. Гуманоида забираем. Да. С голограммы, если все вернули, уничтожаете. Ну, все забрали оттуда. У меня еще один вопрос. Он говорил, у него для пополнения резервуаров своих он собирает эту энергию. Может быть, есть возможность посмотреть его резервуары. Это наша работа. Благодарю тебя. Открываю тогда воронку в галактическое ядро. Под артефактами гуманоида все уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Поехали дальше. Переходим сразу к закачке энергии, подъема и вибрации. Посмотри, сколько энергии нужно Луису и какая частота вибрации будет ему полезна. 150 и 13. На 4 макушку головы Луиса начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 150% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 13 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, Луис, мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь сейчас? Очень спокойно и защищенно. Вот и хорошо. Так и должно быть. Ну информация еще идет и картинки. Давай. Ну поможет собака, щенок с такой какой-то кудрявой шерстью. Пудель? Картинка идет, что он его берет на руки, у него руки заходят в эту шерсть и он успокаивается, гармонизируется. Ну отличная идея. Благодарю за эту информацию кураторам и передадим маме эту информацию, было бы действительно очень хорошо для ребенка. Ну что ж. Не обязательно пудель, но это должна быть шерсть какая-то, не прямая. Такая вот кудрявая щеночка с кудрявой шерстью. Отлично. Я думаю, родители поняли, о чем идет речь. Мальтезеры, что угодно быть. Мальтезеры, что угодно быть. Мальтезер.